Приветствую всех зрителей, сниму для вас небольшое видео. Для тех, кто не знает, на смартфоне Xiaomi Redmi Note 7 можно делать довольно крутые ночные фотки благодаря одной фишке на своей камере. Ночные фотки получаются примерно такие, видите, такие, что видно даже звезды. Если вы возьмете просто свой смартфон, включите максимальное качество на все 48 мегапикселей сфотойти ночное небо, то оно таким никогда в жизни не будет. Не будет видно ни звезд, ничего. Просто будет тьма. На самом деле, моя камера не так ярко передает фотки, которые получились, но тоже хоть как-то, но вам сможет передать. Вот ночные фотки получились такие. Это благодаря выдержке на вашем смартфоне. Давайте сейчас я вам покажу, как это все происходит и покажу вам на практике. Вы заходите просто на свою камеру. Здесь вот есть разные такие вот свойства вашей камеры. Можно делать видео, можно делать фото. Это вот стандартное фото. Можно поставить его на 48 мегапикселей. Потом вы листаете дальше и находите здесь такую менюшку, как называется «Профи». Здесь есть выдержка. 32 секунды максимальная. Можно выдержку делать меньше 16 секунд, например. Вот вы видели фотки, которые я вам вначале показал. Это все сделаны на выдержке 32 секунды. Если бы я сделал выдержку на 16 секунд, то эти фотки были бы чуть-чуть потемнее, были бы не такие яркие. Но звезды так же самое были бы классно видны. То есть, в чем отличие? Вы ставите выдержку, наводите ее на ту сторону, которую хотите сфотографировать в ночное время суток. Там дерево, какие-то звезды. И ждете 32 секунды, пока ваш смартфон впитывает вот эту всю сочность, яркость, передает весь этот пейзаж, впитывает в эту фотографию. 32 секунды. И даже если будет полная ночь и полная мгла, где-то в сторонке у вас будет светиться светик, то благодаря этому свету ваша фотка будет яркая. И ваше фото получится, только будет такое ощущение, что вы делали это фото, допустим, днем. Вот все отличие. Смотрите, сейчас я покажу вам, как это все происходит. Я ставлю на стол. Так, у нас параметр фото, выдержка профи, выдержка 32 секунды. Ставлю на стол. Немножко поворачиваю в сторону. Так, сейчас я сниму камеру. И я вам покажу, как это все происходит, чтобы вы понимали. Потому что реально функция классная, и ее редко кто пользуется. Так. Я выключаю свой светильник. Оп. Видите, полная ночь на смартфоне. Ну так, едва что-то видно. Я поворачиваю чуть-чуть в сторону. Сейчас сделаю яркость на ноутбуке несколько меньше. Ну вот такая яркость будет. Легенькая яркость. Так, смотрите. Сейчас моя еще камера должна сфокусироваться. Видите, на смартфоне, ну, практически темень. Профит, 32 секунды. Нажимаем. Оп. Все. Я жду 32 секунды. Здесь, видите, вот галочка, она крутится. Блин, просто что камера не может передать ничего. Я жду, пока у меня пройдет 32 секунды. Если сейчас вы свой смартфон дернете, то все, ваша картинка будет смазанная. То есть очень важно ставить смартфон на это время полностью неподвижным. И смотрим, какая получилась картинка. Оп. Видите, как она сфоталась? Как будто днем. Но на самом деле, сейчас полная тьма. Видите, вот компьютер работает. То есть, вон, под дверью, под плинтусом свет светит. Полная темень. А что получилось у нас на смартфоне? Вот что получилось. Ваша картинка практически... Фото получилось как будто днем. Видно все. Там кровать, дверь. И это при условии, что компьютер... Яркость компьютера довольно низкая. Но это все такое дело. Чтобы вы понимали, что можно делать ночные крутые фотки. Благодаря этой функции, как выдержка. Также, если вы делаете выдержку, то обязательно, просто, катастрофически важно, чтобы у вас был штатив. Потому что 32 секунды держать в руке. И при этом получить качественную фотку не получится. Потому что смартфон должен быть полностью, полностью, до мельчайших подробностей без движения. Чем больше я без движения, тем круче получится ваше фото. Ну, вот, ребятки, вот такое получилось видео. Надеюсь, оно было прикольным, полезным. Вы будете им пользоваться. Если бы я выбрал выдержку 16 секунд, то фотка получилась бы чуть-чуть потемнее. А так, максимальная выдержка, максимальное впитывание всех вот этих вот цветопередач и звуков. И получилась довольно яркая, хорошая фотка. Ну, вот, вот такая. Как ни крути, а лучше, чем полная тьма. Все, ребятки, спасибо всем за внимание. Всем удачи и пока всем. Продолжение следует...